Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре скакалки, а именно скоростная скакалка, кожаная скакалка и скакалка с остальным тросиком. И все они с утяжелителями. Ну что, поехали! И начнем с кожаной скакалки TITLE. Она сделана из натуральных материалов, а именно натуральный кожаный трос и деревянные ручки с скрученными металлическими утяжелителями. По дизайну меня эта скакалка переносит в те времена, когда Мухаммед Али не был еще Мухаммедом Али, а в тяжелом весе царствовал Рокки Марчиано. К сожалению, по удобности работы на этой скакалке она намного уступает новым моделям тех же самых скакалок с тросиком. Но для любителей старой школы бокса это самое то. Скажу честно свое мнение. Когда скакалка пришла мне на обзор, она у меня висела 2 дня и выравнивалась. Но так выравниваться она и не смогла. И это минус кожаных скакалок. Они держат форму. Сами ручки отшлифованы, чтобы не было заусенцев. И соответственно с утолщением по краям для удобности держания. Ну в руках они чувствуются, честно скажу, очень массивно и очень тяжелые. А сам утяжелитель, повторюсь, можно выкручивать по желанию. Длина этой скакалки 243 см. И подойдет она для человека максимум 170 см. И минус ее в том, что она не регулируется. Мой вердикт. Из плюсов так это экологические материалы и олдскульный дизайн. Мягко говоря, эти скакалки на любителя. Ну минусов здесь, конечно, гораздо больше. И честно, это уже прошлый век. И перейдем к более современным моделям. А именно к скакалке с остальным тросиком в силиконовой оболочке. Начнем с самого тросика. Как видите, он тоже держит форму. Но это не совсем заметно, когда вы начинаете работать на скакалке. Потому что он под своим весом начинает выравниваться. Ручки по своей эргономике мне понравились. Есть специальные выемки для пальцев. На саму ручку нанесена резиновая лента для того, чтобы ваши руки потные не скользили. К сожалению, эта лента со временем может где-то слезть, либо порваться. И самое главное, что хорошо ее можно заменить и намотать совсем другую. Грузики по желанию можно достать. Здесь их два. Один в ручке, второй в колпачке. А вот регулировка троса здесь вообще непрактична и совсем не продумана. Регулируется такая скакалка вот таким шестиграничком, который идет в комплекте. Но он настолько маленький, что его легко потерять и в нужный момент вы просто не сможете отрегулировать скакалку. А вот что меня реально поразило в этой скакалке, так это ход подшипника. Смотрите. Качество Эверласт. Изначально длина этой скакалки идет 335 сантиметров. И это хватит даже на самого высокого спортсмена. Ну, а такую скакалку я бы рекомендовал для работы на выносливость. Она идеально для этого подходит. Ну и перейдем к одним из самых любимых моих видов скакалок, так это скоростные скакалочки. В этой модели идет тонкий стальной тросик силиконовой оболочки, который вообще не принимает форму. И это плюс по сравнению с предыдущими скакалками. Эргономика ручек здесь удобная. Сделанная она из матового пластика, который в принципе не проскальзывает. Есть небольшие выемки для большого пальца и с утолчением на краях. Регулировка длины в этой скакалке намного продуманнее, чем в предыдущей. Все потому, что разработчики Эверласта додумались ее впаять в колпачок. И шестиграничек теперь у вас всегда под рукой. И это плюс. В этой модели также присутствует грузик, который вы по желанию можете убрать. Фиксируется он пружинкой для того, чтобы грузик не ездил при работе. И закручивается все колпачком. Длина изначально идет также 335 см, как в предыдущей скакалке. Но, как по мне, скоростная скакалка это самый лучший выбор для того, чтобы научиться двойным прыжкам и даже тройным. Но сами понимаете, на вкус и цвет. Вы смотрели тот самый честный обзор, в котором я рассказал и все плюсы и все минусы этих скакалок. Ну а эти и другие скакалки сможете купить в нашем интернет-магазине FUA. Ссылочка будет в описании. Всем пока!